Всем привет! Привет! В эфире программа «100 советов», в которой мы, Екатерина Рожкова и Ростислав Азизов, ищем для вас и делимся с вами нужными, актуальными, а самое главное, самыми полезными советами для вашей жизни. Ростислав, я слышу эмоциональное напряжение в голосе. Действительно так. Ведь работа творческая, порой напряженная, а это значит, что и стрессовые ситуации тоже случаются. Ты знаешь, стрессы сейчас испытываешь не только ты, но еще около 4000 выпускников, которые сейчас готовятся к поступлению в ВУЗы. Мне кажется, что им-то намного труднее, нежели чем мне и тебе вместе взятыми. Ведь это нужно и экзамены все сдать, и профессию точно обдумать, но и уступительные, конечно же, на отлично тоже пройти. О том, что по этому поводу думают психологи и какие направления у властников сейчас популярны, узнаем в следующем сюжете. Позади сложный учебный год и результат проведенных в школе лет. Оценки за единый госэкзамен. Но на этом испытания не заканчиваются. Впереди выбор ВУЗа, подача документов, а для некоторых еще и вступительные экзамены. Первое, с чем сталкиваются будущие студенты – приемная комиссия. Кстати, их работа началась еще месяц назад. Однако документы от абитуриентов продолжают поступать. Хотя на некоторые популярные направления подготовки попасть сложно. Слишком высокий конкурс. Так, в БГПУ научную форму обучения уже поступило 1200 заявлений. Сотрудники ВУЗа отмечают – бюджетных мест стало больше. Значит, увеличились и шансы абитуриентов получить высшее образование бесплатно. Традиционно литируют направления истории и общества знания. Ну, а второе и третье место делят в этом году информационной системой технологии и технологии программирования. Там около 100 или чуть больше 100 заявлений. Ну, что надо констатировать, факт, что в прошлом году на соответствующие профили, а именно информационной системой технологии и технологии программирования, было всего подано не больше 60 заявлений за всю приемную кампанию. Так что в этом сезоне вот эти два профиля приятно удивили. Также в топе востребованных – факультет иностранных языков, филология, психология и социальная педагогика. Ожидаемый конкурс на эти направления – 7 человек на место. Приемная комиссия Амурского госуниверситета уже приняла около 3000 заявлений. Среди популярных направлений по-прежнему энергетические и космические специальности. Также пользуются спросом экономика и менеджмент, государственное муниципальное управление, туризм и юриспруденция. Не менее популярен у абитуриентов и аграрный университет. Всего вузу выделили 715 бюджетных мест. Конкурс по заявлениям уже есть на всех востребованных направлениях подготовки – строительство, техносферная безопасность, землеустройство и кадастры, а также сельскохозяйственные специальности – ветеринария, экология и природопользование. Подать необходимые документы спешат и будущие врачи. В Амурской государственной медакадемии увеличилось количество бюджетных мест по направлению лечебное дело – всего 225. А вот на специальность педиатрия выделили 40 бесплатных мест. Михаил Костюк с будущей профессией определился еще в 8 классе, так что Игорь выбирал по профилю и к экзаменам готовился целенаправленно. Бывший школьник признается, если преодолеть высокий конкурс, 7 человек на место не получится в этом году, то от своего желания стать врачом он не откажется и приедет поступать еще раз. Где-то мечта была с 8 класса поступить в мед. Так вот планировал, не знаю, просто понравилась профессия врача, ну, привязалась и вот решил поступать. Ну, я вообще пока не определился, на какую точно таким врачом пойду, но думал кардиологой. Принимать документы в амурских вузах завершат 26 июля, а уже с 29 начнется первая волна зачисления. Если с выбором университета все более-менее понятно, то вопросы о вступительных экзаменах остаются открытыми. Из-за этого у многих абитуриентов возникают волнения и стресс. Между тем, по словам психологов, стресс – это мощный двигатель и наш союзник. Благодаря ему человеческий организм мобилизуется, а значит, повышается и работоспособность. Главное – уметь контролировать страх и правильно настроиться. При любом стрессе нужно, прежде всего, настроиться. Конечно же, никто не отменял подготовку к экзаменам, потому что это очень всегда волнительно. Но именно психологический настрой, установка на то, что у меня все получится, настройка на успех. И самое важное, всегда нужно понимать, что даже если я сдам экзамен хуже или получу отметку ниже, чем я на то рассчитываю, ничего не произойдет, мир не рухнет и жизнь будет продолжаться. Поэтому все зависит именно от настроя. Вот слышал я, Екатерина, что у женщин и девушек нынче две проблемы. Первая – нечего надеть, и вторая – ничего не влазит в шкаф. И чаще всего это абсолютная правда. Ну так это мне кажется от того, что кто-то не знает, как экономичным способом сложить свои вещи. А точно ответ знает Татьяна Ильина и готова нам рассказать уже в своей рубрике «Лайфхак». Сегодня я решила испытать совет, как надеть на любую вешалку вещь даже самой узкой горловины. Попробуем. Больше всего в моем гардеробе футболок. И вешать их по отдельности, каждый раз пропихивая вешалку, либо через горловину, либо через низ, довольно неудобно. Поэтому я наткнулась в интернете на небольшой совет, который рассказывает, как можно очень быстро целую стопку футболок сразу надеть на вешалку. Для этого нам потребуется взять футболку, надеть ее на руку, следующую также надеваем, и все вещи, которые у вас есть, даже если это не только футболки, но и какие-либо платья или, как в данном случае, свитера, надеваем на руку, потом берем вешалку и просто протаскиваем ее. Готово. Таким же точно способом можно на одну вешалку надеть сразу несколько вещей. Вот так легко и просто мы расправились с целой кипой футболок. Итак, я могу с уверенностью сказать, что этот совет работает. Пользуйтесь им на здоровье. Ну а если у вас есть какие-то советы, которые значительно облегчают вашу жизнь, присылайте их в нашу редакцию, и мы с удовольствием ими воспользуемся. До новых вам встреч! Расскажу тебе по секрету, на днях у одного из наших коллег увидел новую татуировку. Ну и что, татуировками сейчас уже никого не удивишь. Правда, выбрать хорошего мастера – дело непростое. Ну а еще же нужно обратить внимание ведь на цветовую палитру, на саму татуировку, ведь это делается на всю жизнь. А что самое важное – иглой. То есть меры предосторожности тоже нужно соблюдать. О том, как выбрать хорошего мастера и на что обращать внимание, расскажем далее. История нательных рисунков насчитывает уже несколько тысячелетий. Когда-то они служили не просто украшением. Татуировка означала принадлежность к племени, роду или тотему. Служила маскировкой во время охоты, а кроме этого наделялась магической силой. Большое значение имели цвет, место расположения, а также значение самого рисунка. Сейчас татуировками уже никого не удивишь, ведь они давно стали одним из модных трендов. Одни считают их произведением искусство, другие вкладывают особый смысл и видят знаки судьбы. Это один из благовещенских тату-салонов. Григорий работает там мастером. Парень увлекся татуировками несколько лет назад. С тех пор они стали неотъемлемой частью его жизни. Сейчас в его арсенале не только бесценный опыт, но и более сотни эскизов тату различных форм и размеров. Кстати, прежде чем отправиться к мастеру татуировок, нужно обязательно ознакомиться с его работами. Совет Григорий. Есть такие люди, которые пишут, например, видят, что я делаю такие довольно мультяшные работы, пишут, мне скидывают какой-то серьезный, мрачный, черный какой-нибудь реализм, и я такое не делаю. И они говорят мне в итоге, значит, плохой мастер, раз этим не делаешь, не занимаешься. Я считаю, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть надо лучше развиваться в каком-то одном направлении, которое получится лучше всего в итоге, чем делать все подряд и не очень хорошего качества. Сделать татуировку стремятся как мужчины, так и женщины. А вот для несовершеннолетних в салоне действует строгое правило. Набивать татуировки они могут только в присутствии родителей и после подписания договора. Работа мастера начинается с консультации, на которой он подробно рассказывает о процедуре, также дает рекомендации и подбирает индивидуальный эскиз. Для Ивана Сюмака будущая татуировка уже четвертая по счету. Первая появилась еще в 16 лет. Все мы возрастеем, все мы понимаем, что лучше не шутить с некоторыми вещами. И да, захотел обратиться к специалистам, посмотрел по соцсетям, посмотрел по отзывам, по готовым работам ребят. То есть мне вот понравилось здесь, решил зайти обратиться. Что это будет за рисунок? Это будет персонаж одной компьютерной игры, который довольно мил мне. Обращаться нужно только в проверенные салоны, ведь мастер по нанесению тату в какой-то степени похож на врача. Обращение с иглой требует аккуратности и стерильности. В противном случае красивый нательный рисунок может обернуться для клиента проблемами со здоровьем. Особенно это касается тех мастеров, которые работают на дому. Клиент должен смотреть, как работает мастер, то есть как он подготавливает рабочее место. Рабочее место должно быть все, совершенно все в барьерной защите, все простерилизовано, все продезинфицировано. Ничего многоразового нет. Иголки, держаки, держатели, носики, все должно быть одноразово. Несмотря на то, что татуировкой сейчас никого не удивишь, многие относятся к ним по-разному. Делать их или нет – личный выбор каждого. Главное помнить о собственной безопасности. На этом у нас все. Советами с вами делились Ростислав Азизов и Екатерина Рожкова. До новой встречи в эфире. Скоро увидимся. Ростислав Азизов